В Павлодарской области, несмотря на пандемию, запрет проведения массовых мероприятий, возросли расходы на сферу культуры. Наши корреспонденты в Павлодарской области обратили внимание на сигнальный красный цвет, которым подсвечены учреждения этой сферы на карте открытых бюджетов. И у нас сейчас на связи Майя Шуакбаева. Что это за сайт Public Budget, Майя? Добрый вечер, коллега, конечно, расскажу. Карту открытых бюджетов Public Budget KZ, как известно, запустили в 2019 году. Это интерактивный сайт с информацией о бюджетах всех учреждений, для того, чтобы каждый гражданин мог, к примеру, зайти и увидеть, сколько Акимат затратил на ремонт дорог в его родном поселке. Примечательно, что карта превышения расходов подсвечивает красным цветом. И вот, как выяснилось, в 2020 году расходы в сфере образования при Иртышье из-за пандемии снизились в среднем на 50, местами 100%, а в сфере культуры, напротив, возросли. Так, если в прошлом году расходы областной филармонии составляли 326 миллионов тенге, то в этом году, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий и концертов, увеличились сразу на 109 миллионов. Карта зафиксировала рекордные отклонения на 330% от средней республиканской нормы. В Управлении культуры поясняют, что, несмотря на пандемию, онлайн-концерты проводились, и деньги на их съемку и телевизионный прокат также затрачивались. Кроме того, в этом году увеличилась заработная плата артистов. О сфере культуры, по словам чиновников, фонд оплаты труда составляет в среднем 70% от всех расходов. Общая штатная численность по сфере культуры составляет более 1100 человек. В итоге повышение зарплаты пришлось где-то на 700 человек, размер 35%, что составляет более 280 миллионов. Экономия бюджетных средств в период пандемии все же произошла. По данным Управления культуры, за неполный год в бюджет возвращено порядка 76 миллионов тенге. Это средства сэкономлены в основном на отмене массовых празднеств 8 марта, 9 мая и выпускного. Однако данные о возврате сэкономленных бюджетных средств в карту открытых бюджетов пока еще не внесены. Когда последние уточнения пройдут, то уже где-то к ноябрю, к формированию бюджета, бюджет уже сформирован практически, проект бюджета, когда он уже будет утвержден, мы к этому времени внесем изменения. Кстати, из 76 миллионов тенге, возвращенных средств в бюджет, 50 миллионов – экономия, возникшая в областном центре народного творчества «Шамырак». В отношении руководства это культурного учреждения с начала года ведется следствие по факту хищения бюджетных средств. У меня на этом все о затратах сферы культуры в период пандемии. Студия. Спасибо, Майя. Пандемия действительно заставила всех считать деньги и помогать тем, кто сейчас в сложной ситуации.